Псевтомногосайтовость. Данный метод позволяет решить задачи многосайтовости, если вам нужно реализовать несколько сайтов на разных доменах, но нет возможности выделить для них отдельные веб-сервера. При этом можно реализовать варианты определения сайта либо по домену, либо по переменной accept language в настройках браузера пользователя. Если вам нужно развернуть дополнительные сайты, но при этом в продукте доступен только один сайт, то можно решить эту задачу, используя условия для выбора шаблонов сайта в настройках сайта. При этом разделение сайтов осуществляется на логическом уровне, это означает, что нет возможности отделить структуру и данные между сайтами. Одним из ограничений является то, что статистика будет собираться общая для всех сайтов, права на доступ к информационным блокам и веб-формам можно будет указать только для всех сайтов. При организации псевдо-многосайтовости на разных доменах внешне этот метод реализуется как многосайтовость на разных доменах, но фактически обслуживается одним веб-сервером. Настройка системы осуществляется как при многосайтовости на одном домене. Основной особенностью данного метода является то, что в индексной странице основного сайта располагается код, который отвечает за определение сайта по домену или по переменной acceptLanguage в настройках браузера пользователя. При использовании данного метода могут быть использованы следующие функции. GetSiteByHost возвращает ID сайта, определяя его по переменной acceptLanguage в настройках браузера пользователя. GetIncludeSitePage возвращает абсолютный путь на индексную страницу в папке с указанного сайта для дальнейшего его подключения. RedirectToSite перенаправляет на индексную страницу папки указанного сайта. Перейдем к практической реализации данного метода. Возьмем за основу сайт company.ru из примера реализации многосайтовости на одном домене. При этом добавим в виртуальную машину домен shop.company.ru и настроим его на корневую директорию сайта company.ru. Перейдем в административный раздел для внесения дополнительных настроек наших существующих сайтов. Первый сайт компании. Ассоциируем его с доменом shop.company.ru. Введем этот домен в поле доменное имя. Также укажем его в поле URL сервера. Сохраним наши настройки. Перейдем в настройки второго сайта. Ассоциируем второй сайт с доменом shop.company.ru. Введем домен в поле доменное имя. А также в поле URL сервера. Сохраним текущие настройки. Убедимся, что первый сайт у нас открывается. Перейдем по домен shop.company.ru в папку второго сайта. Наблюдаем, что у нас открывается второй сайт с серой цветовой схемой. Перейдем в редактор. для того, чтобы запрограммировать логику определения сайта по домену. Для этого открываем на редактирование файл index.php в корневой директории сайта. Подключаем ядру продукта. Используем метод getSiteByHost для получения идентификатора текущего сайта по доменному имени. Получаем путь к индексной странице папки сайта через метод getIncludeSitePage и обрабатываем полученные данные. То есть, если сайт ID определен и определена индексная страница, то подключаем эту индексную страницу. Если же у нас сайт не определен и путь к индексной странице не определен, то вводим исключение и показываем некую заглушку о том, что сайт не определен. Смотрим, что у нас получилось. Теперь при переходе к домену shop.company.ru мы видим индексную страницу второго сайта. При этом при переходе по меню мы переходим в папку второго сайта S2. Также при переходе непосредственно к домену компаниру мы видим индексную страницу первого сайта. И при переходе по меню мы видим, соответственно, раздел S1 первого сайта. Таким образом осуществляется определение сайта по домену. Рассмотрим определение сайта по переменной acceptLanguage браузера пользователя. Для этого произведем дополнительную настройку второго сайта. Будем предполагать, что первый сайт company.ru у нас ассоциируется с русским языком, а второй сайт shop.company.ru ассоциируется с английским. Для этого в региональных настройках изменим язык на English. Региональные настройки тоже на английский. Сохраним настройки сайтов. Далее перейдем в индексную страницу в корне сайта и напишем здесь логику определения сайта по переменной acceptLanguage. Используем функцию getSiteByAcceptLanguage, который вернет нам сайт ID и обработаем ее результат. Если сайт ID определен, то через метод redirectToSite произведем редирект на определенный сайт. Если сайт не был определен, то выводим некую заглушку. Смотрим, как это работает. В первом браузере в хроме у нас установлен русский язык. Поэтому при переходе на сайт company.ru нас перенаправляет на первый сайт. Происходит редирект. Даже если перейти на домен второго сайта, то произойдет редирект на домен первого сайта, так как в этом браузере региональные настройки определены как русские. Перейдем во второй браузер. В Opera у нас настроены региональные настройки на английские. Поэтому в переходе на домен shopcompany.ru происходит редирект на папку второго сайта. Можно даже проверить, если перейти на домен первого сайта, то произойдет редирект на домен shopcompany.ru в папку второго сайта. Таким образом происходит определение сайта по Accept Language в настройках браузера сайта пользователя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА